Два корабля ВМС Германии пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на процесс с Китайской Народной Республики. Об этом заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус. Берлин не предпринимал подобные действия в регионе с 2002 года. Немецкий министр заявил, что ФРГ всегда отстаивали позицию о том, что международные воды – это международные воды. Я могу это подтвердить. Это то, что мы всегда отстаивали, и я всегда отстаивал. Международные воды являются международными водами. Это кратчайший маршрут. В свете погодных условий самый безопасный путь, и это международные воды. Так что мы пройдем через него. По информации, два германских военных корабля – фригад Баден-Вюртенберг и корабль боевой поддержки Франкфурт на Майне – на текущий момент находятся в порту Южной Кореи. Но уже через несколько дней, как ожидается, пересекут Тайваньский пролив по пути в Индонезийскую Джакарту. Китай, который считает Тайвань своей частью, утверждает, что только он осуществляет суверенитет и юрисдикцию над проливом. И Соединенные Штаты, и Тайвань заявляют, что пролив, крупный торговый маршрут, через который проходит около половины контейнеровозов в мире, является международным водным путем. Официальный представитель МИД КНР Мао Нинь раскритиковала возможность прохождения германских кораблей через Тайваньский пролив. На одном из регулярных брифингов она сказала, что Китай выступает против любых провокаций под предлогом свободы судоходства, так как это наносит ущерб поверенитету и безопасности Китая. Принцип одного Китая является основной нормой, регулирующей международные отношения и общим консенсусом международного сообщества. Тайваньский вопрос касается не свободы судоходства, а суверенитета и территориальной целостности Китая. Мы уважаем принципы всех стран, а также китайское и международное законодательство, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву. Мы имеем право плавать в соответствующих водах, но решительно выступаем против провокации и создания угодно суверенитету и безопасности Китая во имя свободы судоходства. Продолжение следует...